По многочисленным просьбам перезаписываю презентацию прошлого года. Презентация на тему «История автокада». Итак, историю автокада я начну рассказывать с автокада 2004, в котором уже, естественно, были листы, про которые мало кто знает. Работали они абсолютно так же, как и сейчас работают. Те же самые видовые экраны, те же самые слои, которые можно выключать в каждом видовом экране. Единственное, конечно, не было аннотативности, но это мы рассмотрим попозже. Почему я начал с автокада 2004? Потому что автокад 2004 чисто технически не сильно отличается от автокада 2000 или более раннего, но после автокада 2004 пошли действительно большие изменения. Итак, как мы видим, можем просто вставить видовой экран, также в него входить. Есть настройки, масштаба, блокировки. По большому счету, организация работы уже тогда была достаточно на высоком уровне, и, собственно, ролик был сделан именно для того, чтобы показать людям, что работать можно было хорошо и правильно очень давно, и просто нужно заниматься изучением самого автокада. Ничего в этом сложного нет. Как вы видите, можно было копировать видовые экраны, выключать солнышко с листиком, то бишь выключать слой именно в этом видовом экране, а в других выключать другие. Таким образом, раздавать несколько чертежей на одном листе, на нескольких листах с разными настройками. Единственное, конечно, раньше, чтобы были разные масштабы, приходилось создавать размеры с разными стилями и указывать для них разные слои, чтобы можно было выключать или выключать. Хотя, в принципе, так многие и до сих пор делают, не хотят использовать аннотативность. Как видите, разного размера, разного масштаба все. Низа нужно по слоям выключить или включить нужные масштабы. Выключим еще больше слоев. Сейчас посмотрим, что будет. Слоев здесь много, потому что здесь также есть XRF вставленные. Как видите, все прекрасно работает, быстро, шустро в автокаде 2004. Создаем копию листа. На этом листе мы удалим ненужные на рядовые экраны. Здесь вот эти. И получим два разных чертежа с разными настройками, которые можно быстро в один клик отправить на печать. Конечно, это не новая функция в автокаде 2004, такие как листы и внешние ссылки, но их показывают, что они были уже тогда. Итак, у нас есть несколько файлов, в которых одна секция смотрит в одну сторону, другая в другую. И не просто вставлены в другой чертеж. То бишь, у меня есть секция отзеркаленная, которую я вставил в другой файл. Командой Зеркало я его поменял, отключил слои, которые были с текстом, потому что текст тоже отзеркалился, и сверху нанес новый текст. Таким образом, когда я черчу один файл, второй автоматически меняется. Здесь в одну сторону секция, там в другую. Также удобно рисовать, к примеру, фасады. Вставляем внешней ссылкой файл плана, и с помощью там команд рисования создаем фасад. При этом другой человек рисует план, если что-то у него меняется, то в принципе я тоже могу увидеть это. Опять же, не захламляя чертеж, все можно было сделать еще в автокаде 2004. Опять же, в автокаде 2004 были блоки, они были раньше, они были до 2000. Но опять же, мало кто ими пользовался, и пользуется по сей день. Блок простейшая вещь, вы создаете блок, создаете копию, редактируете один блок, остальные меняются. Вы к блоку можете добавить атрибут, вставляем блок, он вас спрашивает, какой у нас будет с вами атрибут. путь будет 00.1. И так, это все было в автокаде 2004. Теперь переходим к тому, что у нас начинает появляться автокаде 2005, и в автокаде 2005 появляются подшивки. Да-да, они появились очень давно. Конечно, в автокаде 2005 в них было работать, мягко говоря, тяжело, потому что не было очень многого, не было генетических блоков, к примеру. Но это все уже просто эволюционное развитие. Мы видим, что у нас есть диспетчер подшивок, мы можем в нем создавать новые листы, туда добавлять чертежи, появились поля. Поля можно было использовать тогда для подшивок практически только. Но тем не менее, название видов, какие-то штампы простые, все это было, и всем этим можно было уже пользоваться в автокаде 2005. Создавать в свойствах новые значения. Все то же самое, что мы сейчас имеем с подшивками практически в том же виде. что такое подшивки, как с ними работать. Есть отдельный большой видеоурок у меня, и не только. Один на самом деле к подшивкам относится очень много видеоуроков. это и аннотативность, и листы, и слои, и внешние ссылки, и поля, и непосредственно уже потом в конце это сами уроки по подшивкам. Даже ведомость чертежей, она уже была в автокаде 2005. Кстати, он же был русифицированный, как вы видите. Это уже была русская версия, и она, в принципе, работала достаточно неплохо. Можно было создавать архивы, можно было публиковать все, публиковать по группам. Собственно, все то же самое, что мы сейчас уже привыкли и знаем. Появились, кстати, и таблицы. Но таблицы были тогда очень и очень простые. Таблицы многого не умели, и все их не настройки были из контекстного меню. Но считать они уже научились тогда. Немножко все развалилось, ну, потому что старая версия. не было динамических блоков, не было тех таблиц, которые появились впоследствии. Итак, это был AutoCAD 2005. Переходим к AutoCAD 2006. AutoCAD 2006 порадовал нас максимально. В AutoCAD 2006 у нас появились с вами более удобные таблицы. динамические блоки. И у нас появились с вами динамические блоки. Динамические блоки до сих пор мало кто работает, а на самом деле это один из самых основных инструментов, позволяющий очень быстро и качественно оптимизировать вашу работу, практически не имея значения, чем вы занимаетесь. Потому что в любом случае все занимаются тем, что создают какие-то чертежи, анализируют их, что там считают и так далее. И это все можно реализовать практически всегда с динамическими блоками. Итак, мы видим, что такие же есть обычные блоки и появляется динамика. Это отдельный редактор блоков создан. Здесь можно создать параметры. и операции к ним, которые позволяют допустим растягивать. Вот операция. Указано, что мы будем растягивать, какой объект. Управим значок. Вот у нас с вами есть две операции растягивания в обе стороны. Нарисуем еще какой-нибудь объект, который будет при этом еще и перемещаться. с помощью одного параметра. Выходим и смотрим, что у нас с вами получилось. У нас получился блок, который можно изменять. Он растягивается в две стороны и перемещает один элемент. с помощью этих блоков можно создавать очень многое. Можно создавать допустим там рамки, которые будут автоматически что-то делать. Элементы обозначения совершенно разные и даже более сложные элементы, которые позволяют высчитывать уклоны, которые позволяют создавать отметки высот. Кстати, по отметке высот есть отдельный видеоурок мастер-класс где показано как его создавать. Можно создать какие-то элементы для планов, для фасадов и так далее. Такие же элементы для планов где можно создавать двери, обозначения к ним и потом это дело посчитать. Тоже появляется в AutoCAD 2006. Задаете свои параметры и двери будут иметь различные значения. выбираем Attribute Extraction, который позволит допустим дверям или окнам выбирать данные необходимые и загонять их в таблицу. Конечно, это было опять же не так красиво, как это можно делать сейчас, но тем не менее таблицы, которые автоматически заполняются, они появились в AutoCAD 2006. И об этом до сих пор мало кто знает на самом деле. Видите, количество поменялось. Поменяем тип. Итак, далее просто таблицы. У них появились нормальные настройки стилей. Появился редактор многострочный. Кстати, сам многострочный текст тоже изменился в 2006 версии. но работа с таблицами по-прежнему была из контекстного меню. Можно написать формулу. И вуаля, у нас все с вами считается. Красота дает только. автокад 2007. Тогда, на мой взгляд, это был просто прорыв. Изменилась полностью вся трехмерка. До автокада 2007 все объекты созданные, они были не динамические, они не менялись. Нельзя поменять редактирование, работать с гранями, с вершинами. И это было все очень тяжело, но при этом много проектов было сделано именно в автокадах и 2000, и 2002. Очень сложных, потому что в любом случае получали чертежи с трехмерки, и там было поручее, чем делать отдельно чертежи, отдельно 3D, в 3D Max. Можно было назвать параметры уже созданного объекта и так далее. можно было вырезать объект, а затем отредактировать вырезанную часть. Тогда это казалось просто прорывом. То в принципе сейчас тот же 3D Max как-то с булевыми операциями не особо работает, все это хорошо знают. Хотя уже про булевым появился, но тем не менее такой работы не было. Можно редактировать грань, какую-нибудь также редактировать вершину. Все это появилось в AutoCAD 2007. Также появился рендер NotalRay, но он был очень-очень слабый, его обновили в следующей версии, тогда он стал более-менее способный делать что-то более-менее интересное. Появилась кстати в AutoCAD 2007 полярная привязка к трехмерным объектам, тоже рисовать непосредственно на поверхности объекта, и это тогда была тоже просто мега феерическая штука. Изменились в AutoCAD 2007 полностью материалы, так как это стал уже рендеринг MentalRay, то соответственно все настройки и самого рендера, и материалов, и освещения уже были новые полностью. Хотя не хавали старые файлы, но приходилось просто заново перенастраивать, смотреть что как. Вот такие настройки, которые в сегодняшний день совершенно никак не изменились, к сожалению, наверное. Ну, а что поделать? также появились стили отображения, которые сейчас уже стали весьма и весьма интересными, а тогда это был прорыв, можно было настраивать картиночки, можно было создавать и по скетчей. Это все было в AutoCAD 2007. В AutoCAD 2008 появилось небесное освещение трехмерных сцен. 3DMarket называется Daylight, в AutoCAD это просто настройка, это никакой не источник, просто настройка небесного света. Отдельное окно появилось по настройке солнца. Позволяло делать весьма и весьма неплохие картинки, картинка. Как вы видите, тут материалов не наложено никаких, просто освещение солнцем, я выставил закат, мягкие тени, весьма неплохо. такая картинка будет показана отдельно уже с материалами, я этого не стал делать, потому что заняло бы какое-то время, так, все быстро рендерилось, все было красиво. Появилась в AutoCAD 2008 тоже потрясающая вещь, которую сейчас уже невозможно представить, что ее когда-то не было, это аннотативность, она позволяла менять масштаб, позволяет по сей день для текста, размеров, выносов, штриховок и блоков, и не только меняет их не масштаб, но вот, как сейчас я показываю, можно менять расположение. В одном масштабе текст находится в одном месте, в другом масштабе текст находится в другом месте. То же самое можно делать с размерами. Так, один и тот же элемент, можно изменить. В подшивках ничего практически не поменялось, но появились многострочные атрибуты, позволяющие создавать штампы, в которых текст написан многострочно. Ну, опять же, это файл с более старой версии. Вы видите, атрибут многострочный, можно как многострочный текст его поменять, тем самым попытаться засунуть большой текст в штампе. Раньше этого не было, и было очень и очень тяжело. Также изменилась в AutoCAD 2008 кардинальная работа с сбором данных. Раньше это был атрибут Extraction, и он собирал только данные с динамики атрибута. Теперь же появилась возможность собирать эти данные с нескольких файлов. Во-первых, вы можете посчитать, допустим, перемычки двери, если у вас каждый план нарисован в отдельном файле, но собрать все данные в одну таблицу где-нибудь. Вы можете выбрать вот здесь какой-нибудь блок нужного. или несколько блоков, выберем один и взять любые данные с него. Геометрию, типы линий, атрибуты, динамику, все что угодно. Создать из этого таблицу, настроить эту таблицу. Можно скрыть какие-то параметры, можно создать свой столбец, в котором будет один нажаться на другой или вычитаться как-то. Какие-то стили настроить, выгрызть это все в Excel, а не вставлять в AutoCAD и там уже переработать эти данные. В общем, очень-очень удачный, на мой взгляд, инструмент, конечно, который бы сейчас хотелось тоже изменить, но существует он по сегодняшний день, в том виде, в котором был сделан в AutoCAD и 108. Меняйте любое значение и таблица пересчитывает все это дело. Появилась, кстати, панелька для работы с таблицами, которая позволяла более удобно использовать многие функции, потому что раньше все эти добавить ячейку, удалить и так далее наобладе все с контекстным меню. Сейчас это все стало более удобно. Как видите, все меняется. Это был AutoCAD 2008. Также, кстати, в AutoCAD 2008 появилась возможность выгрузки и загрузки таблиц из Excel. То бишь, вы могли создавать таблицу допустим в Excel, вставить ее в AutoCAD, вы меняете в Excel, она меняется в AutoCAD, вы меняете в AutoCAD, она меняется в Excel и так далее. Выбираете какой-то там кусочек этой таблицы либо просто весь лист с таблицы с Excel и при создании самой таблицы вы выбираете, что она будет создаваться на основе связи с Excel. при этом кстати стили берутся из Excel. Если у вас сотый масштаб, то приходилось менять. Сейчас приходится по большому счету хотя бы размер текста. Видите, что эти данные это полностью данные взятые из Excel. Сохраните файл. обновляете и данные обновляются. Также разблокировав ячейку, вы можете в Автокаде внести данные, нажать кнопку там выгрызить в Excel. Эти данные идут в Excel. Автокад 2009. Да, страх и ужас для многих, потому что изменился интерфейс. Перевы появилась лента вот такая страшная некрасивая. Хотя тогда казалось, что это все очень и очень круто выглядит по сравнению с предыдущими. Появилась вот такая плавающая панелька быстрых свойств, которая позволяла настроить и свойства мы будем видеть. Можно было указать, чтобы она там не плавала. собственно то же самое, что и сейчас. Я допустим, этим инструментом пользуюсь и очень удобно, на мой взгляд. можем было свожачивать ленту, закреплять. По большому счету он очень похожий на то, что мы сейчас имеем. Можно было переключиться в 3D режим, тогда. Все элементы менялись на трёхмерные. AutoCAD 2010. В AutoCAD 2010 тоже многое изменилось. Если вы уже помните, появилась параметризация. позволяющая создавать геометрические зависимости в объектах. Можно было сказать, что там две линии параллельны, третья перпендикулярна. Меняя их, они всегда остаются параллельными и перпендикулярными. Чтобы вы с ними не делали, те зависимости, которые вы выставили, останутся такими же. Вот укажем. В четвёртой линии получился прямоугольник, который меняется. Можно было показать какую-то излинюю, чтобы она всегда была горизонтальной. Тогда прямоугольник уже не менялся его на своем направлении, только форма. добавляю. Добавлялись параметры, позволяющие создавать некие зависимости. Кстати, параметризация, динамика по большому счету одно и то же. Если вы создаете параметризацию внутри блока, она очень похожа на динамику в итоге, просто имеет другие свойства, позволяет сделать более интересные блоки, скажем так. Но есть такая проблема, что динамика очень плохо живет с параметризацией. Видите, можно вводить прямо в параметры значения, а также можно в диспетчере создать формулу. Допустим, значение D2 будет зависеть от значения D1 деленное на 2. То бишь, меняя один параметр, второй меняется автоматически. Такие математические зависимости можно было создавать и сейчас можно в параметризации для блоков и просто для какой-то геометрии. Это был AutoCAD 2010. Что же у нас появилось в AutoCAD 2010 еще? Появилось нового возможности создавать трехмерные объекты из сеток. То бишь, меши, которые известны в 3D Max как самый основной инструмент. Здесь он, конечно, вспомогательный. Работает в основном для создания каких-то очень плавных вещей. Создаем какую-то основу сетки. Можно редактировать также вершины, ребра. Никаких модификаторов нету. Просто обычная работа. Покажу в таком видео, как это все выглядит. Такой страшненький объект. Можно менять каким-то образом. После чего можно сгладить. Есть несколько степеней сглаживания. убирая последующий объект становится более гладким. Вот у нас идеально гладкая некая фигура, которую мы по-прежнему можем менять. В основе лежит сетка. Этот объект можно преобразовать в тело, то бишь в солид основной объект автокада и потом уже выполнить с ним различные операции, потому что с сетками операции практически нету. Кроме сглаживания, добавления новых ребер и так далее. Вот у нас один объект вылезает другой и теперь мы это тело вырезаем из одного в другое. Опять же тело можно преобразовать обратно в сетку. Автокад 2011 В автокаде 2011 появилась автоматическая параметризация, то бишь автокад уже понимал, что рисуя две линии передвигаемые друг к другу, он мог автоматически поставить вам значение этого параметризма. популярности. Как видите, все работает. Также появилась работа с полилиниями сплайнами, позволяющие быстро создавать новые вершины, удалять их и, наверное, это, на мой взгляд, субъективно одно из самых главных изменений, которое позволило действительно быстро начинать работать с полилиниями, не так, как это было раньше. появились снова сплайны. Сплайны стали более понятными. Выглядят они так же, как, допустим, в Corel или во многих других программах. У них есть направляющие, по которым их можно менять. но, помимо этих изменений, в AutoCAD 2011 появились новые типы объектов. Если в прошлой версии мы смотрели на сетки, то в AutoCAD 2011 появились поверхности. Это трехмерные объекты, которые не имеют толщины, но по каким-то сечениям, по каким-то формам создают трехмерные плавные поверхности. Можно менять тип, как они будут создаваться, можно направляющие указывать для них. Есть помимо простых инструментов редактирования, такие как ручки, еще что-то, масса других инструментов. Это подобие, преобразование из одной поверхности в другую, закрывание всяких дырок, сопряжение именно в этих поверхностях, а также вот сейчас продемонстрирую, это преобразование поверхностей в нурс-поверхность. Особенно те, кто знаком с Майей, они хорошо знают эти инструменты, они там широко используются, в 3ds Max они тоже есть, но используются не так часто. Вот они теперь есть и в автокаде, позволяют редактировать уже непосредственно с помощью точек, которые можете добавлять, улучшать какие-то элементы. есть опять же подобие, но что-то оно не сработало, сильно накрутили что-то, что-то куда-то, ну ладно. В автокаде 2011 появился замечательный инструмент массив, который позволяет нам с вами создавать массив элементов и редактировать его после создания. Увеличить допустим количество элементов, расстояние между ними и так далее. Опять же, редактируя один элемент, меняются все остальные. Ну, это такое подобие некой какой-то динамики. В 13 версии они изменили по умолчанию. В 12 версии эта динамика она ее нужно было потом взрывать. в 13 версии можно было поработать, а потом просто сохранить как уже набор элементов не зависит друг от друга. Самый главный прикол, что эти массивы, внутри массива какой-то из элементов можно повернуть, отмасштабировать, переместить, весь массив не сломается. Это, на мой взгляд, одно из самых гениальных вещей в этих массивах. Автокад 2013, точнее 12, если позволяет создавать из трехмерных объектов двухмерные чертежи. Это было значительно улучшено в 13 версии, и это не войдет в данный видеоурок, презентацию, это вы можете посмотреть отдельно на канале, там большое развернутое представление того, что он может делать, с большими примерами. В данном случае просто показывает сам принцип работы, что у нас есть какой-то объект, мы к нему что-то добавляем, редактируем его, и это будет меняться на остальных чертежах. Выходим, автокад предупреждает, что изменилось, нажимаем кнопку «Обновить», чертежи обновились. Продолжение следует...